здравствуйте дорогие друзья с вами александр логинов компания энергоэлемент и в этом прекрасном ролике я вам расскажу как мгновенно убить перепаковку nissan live это касается основных батарей это касается дополнительных батарей вы очень много полезного узнаете из этого видеоролика и поехали итак друзья небольшая ремарка ролик будет сниматься всего с одного дубля поэтому если я буду где-то делать ляпы косяки и так далее говорить не те слова потому что утром я не сильно развелся прошу прощения потому что сами понимаете ролик важный и много попыток у меня не будет чтобы все это сделать значит о чем собственно речь речь о друзья рекуперации температуре и работе оригинального блока управления со всеми текущими рыночными кан мостами включая мой за исключением следующего поколения и обновленной будущей прошивки для текущего кан моста как ухан дохать батарею не замечая этого значит смысл в величине тока рекуперации не буду сейчас ничего произносить специально поставлю на запись телефон это будет отображаться здесь и с камеры буду в режиме реального времени показывать вам как создать условия при которых можно просто в хлам разнести основную батарею просто мгновенно на утро проснуться от нее ничего не останется она будет вся в саморазряде и очень сильно жахнуть по допке а если у вас не дай бог на допке нету блоков управления то есть огромные риски замыкания и последующих возгораний типа вот таких в моем случае когда есть бмс на допках значит мы ловим те же моменты связанные с саморазрядом и просто клиент жалуется что типа отключается на при достижении 3 и 6 вольт ну давайте на вторую часть видео мы перенесем все обсуждение я расскажу механику принципы на основе каких статей мы это все нашли и в принципе как мы к этому пришли а сейчас мы с вами стартанем именно сам тест то есть значит а что это мой любимый лифт моего восстановили 51 вольт на батарея если вы помните в моем к масте здесь не уровень заряда а именно напряжение она эквивалентно здесь напряжению на ну блин влив спай сейчас мы все по сбрасываем что-то протопливает сделаем запись экрана все отлично уберем эту штучку куда нибудь наверх так неудобно значит комментарий про 87 градусов это у меня реостат сломался ребята просто игнорируем температура батареи 19 9 и температура здесь совпадает пожалуйста это тестовая батарея моя задача сейчас вас обучить не тому как хейтить меня что там саша у тебя нет времени блин ни хрена нет времени это настроить все забыли про это значит 351 вольт 351 вольт значит мы в д режиме давайте правой рукой буду держать так впереди надо чтобы ушли фуры моя задача следующая я разгоняюсь примерно до 80 90 градусов и вот так вот буду вам показывать что было видно надеюсь будет видно еще и но я все равно покажу отдельно мне самому очень интересно буду показывать вам ток рекуперации которые шпарят а дальше все комментарии все погнали значит во первых я даю достаточно большое ускорение двести тридцать четыре ампера идет полные 90 километров так я не поймал правильно педалью тормоза рекуперацию вот она почему-то с легкого нажатия только 48 ампер боже ей хана этой батареи я делаю заново разгон до соточки нет опять прожал давайте дубль 3 я не такой опытный владелец nissana как хотелось бы вот она история да конечно медленно отрабатывает 58 это у нас третий первый нормальный цикл сейчас мы развернемся и попробуем сделать еще раз эту всю историю вот шестьдесят три ампера на рекуперации казалось бы немного да ждите комментариев сейчас катаемся дальше значит вы ситуацию поняли да что я делаю так едет машинка сейчас ее пропущу я создаю большой ток разряда после чего у меня батарея 50 процентов уровня заряда после чего я очень сильно нагружаю рекуперации так сзади чисто все погнали разгон ток отдача она дает без проблем просадка всего 8 вольт вот я разогнался соточка вот супер покажи 109 107 ампер вот вам рекуперация в общем друзья я сейчас вам показал что рекуперация бывает равный номинальному току там вот еще есть горочка попробую на ней ищу блин сзади машина едет надеюсь я никого не напугай давайте сделаем финальный разгон 120 чтобы у меня долго была рекуперация блин очень медленно отрабатывает конечно лифспай но друзья я сделал вот три таких цикла и завтра меня ждет уже сюрприз может быть не будет ждать потому что у меня температура 20 градусов на батарее но я вам показал реально было 107 у меня было 120 ампер и есть предположение что на самом деле вот когда я хорошо получилось разрядиться у меня был гораздо больше ток просто не успевает нормально отработать лифспай теперь давайте делать заключение выводы значит давайте поговорим вначале про допки значит у вас допка вы катаетесь все нормально основная химия работает выше по диапазону напряжения чем дополнительная батарея первое пока вы выкатываете свою основной до 36 вольта примерно там триста пятьдесят пять вольт на батарее у вас работает основная и чуть-чуть подключается допка но на 50 процентов по сути если вы две кривые разряда посмотрите по напряжению как только вы переключаетесь на допку а именно на допку которая не на оригинальной химии а там любой другой катал свол там энергоэлемент вообще без разницы любая нмс химия но не литий марганцева оригинальная химия nissan лифа происходит следующее допка маленькая мощность мотора 100 киловатт это 50 а 40 честных киловатт на рекуперацию например у нас допки 13 а там 12 киловатт извините когда у тебя 12 киловатт там зарядный ток допустимый там тоже 120 ампер как бы с микро превышениями и так далее что мы получаем мы получаем по допкам двухкратную минимум а так в принципе трехкратное превышение тока зарядного а еще и в импульсе вот как например я как супер кретин делал сначала давал мощность нагрузку жарко очень шумно теперь сначала давал большую нагрузку после этого нажимала рекуперацию что в этот момент давайте происходит на уровне лития в ячейке во время разряда вот здесь у нас анод здесь у нас катод во время разряда литий из анода уходит в катод но когда мы даем импульсную нагрузку литий очень много выходит из анода и он прямо здесь и остается ну потому что так вышло а здесь у катода наоборот весь литий который был рядом вошел внутрь в него чтобы ну электрохимическая реакция произошла и здесь пустота так вот чтобы стабилизировалась вот это расстояние да пока отсюда много лития перейдет в раствор в электролит и во всем пространстве сепаратора между анодом и катодом литий выровняется по градиенту нужно время так вот если мы его отсюда высвободили как я на разгоне до резком а потом нажали рекуперацию очень большого большой величины тока то этот литий по законам вот этих четырех статей не пойдет в структуру анода он пойдет и будут вырастать дендриты мы я чуть позже расскажу как мы научились восстанавливать все эти штуки это больно сложно очень нервно но можно восстановить батареи после таких препонов когда у вас появляется экстренно вдруг сам разряд по ячейкам значит по основным батареям принцип электрохимический тот же самый резко нажали ситуация похоже значит факторы влияющие ухудшающие эту всю ситуацию первое самый важный фактор температура почему мы перестали продавать в принципе nissan и сделали очень мощный рывок технологический в производство системы термостабилизации охлаждения и полной перенастройки кан моста чтобы он учитывал все вот эти дополнительные факторы температура по спецификации 1c ток заряда 1c это равной емкости например в сороковке то 40 киловатт можно заряжать только при 25 градусов если вы посмотрите вот этот ролик посмотрите спецификации элементов вы увидите что нельзя заряжать такой величиной тока батарею в которой плюс 5 плюс 10 даже градусов даже плюс 15 там нельзя так заряжать поэтому рекуперация может возникнуть летом после там июньского дождика плюс 16 на утром у вас батареечка остыла вы ее не заряжали это там второй получается фактор например это оттягивать заряд батареи на текущий момент этого тоже делать не надо но я вам этого не рекомендую я всегда говорю в принципе заряжать батарею почему чем ниже уровень заряда батареи тем у настроек оригинальных nissan лифа проще есть допуск на максимальный ток рекуперации вот если честно я увидел 107 я ловил 120 ампер и вот мне показалось что когда я тормозил я тормозил быстрее чем разгонялся это значит скорее всего там был какой-то бешеный ток под под 200 ампер в настройках пакета данных от блока управления который идет к мотору который блок управления батареей дает сигнал на рекуперацию там цифра друзья 255 255 ампер максимальный ток который может пойти в рекуперации то есть я не знаю в каких это все условиях случаях и так далее давайте мини резюмирование температура критический фактор второй уровень заряда уровень заряда очень важен если у вас батарея разряжена базовый блок дает больше команду большую на ток разряда на ток рекуперации третий момент стиль езды если вы ездите в б режиме то у вас риски потому что в б режиме еще выше отклик рекуперации у меня к сожалению на машине б режима нет все тяжело второе если у вас не сороковка тридцатка тридцать пятка двадцати четверка у кого там какие бывают варианты там двадцать девятки я видел есть на рынке и так далее у вас меняется соотношение емкости к току соответственно у вас риски возникновения этой ситуации выше ну и получается финальная часть первое прожимаете резче скажем так тормоз как у меня на первых двух попытках чтобы у меня не получилось возникновение рекуперации на все шарики интересный момент что все шарики кстати на рекуперации возникают тогда как всего лишь там по моему 40 ампер идет ток то есть ну как бы ощущение что большая на самом деле нет то есть есть визуализация для пользователя шариков да вот этих на приборке а есть как бы ток который протекает внутри и то что произошло с батареей то что я сейчас делал вероятнее всего я сейчас привстану на два месяца восстанавливать активными балансирами да и теперь самое время обсудить как эту всю историю восстановить дендрит это чистый литий который находится не в структуре анода а на поверхности анода то есть это там большая разница на поверхности анода его обволакивает электролит у него могут возникать разные реакции с электролитом которые повлияют на появление ионов электропроводящих в растворителе и они внутри микрозамыкания будут делать в том числе я вот специально на 50 процентов разрядил батарею потому что на полной батареи мне просто страшно это делать потому что если я сейчас вдруг замкну там блоки ну у меня вспыхнет тачка надеюсь вот у меня сейчас этого не произойдет но это вся волнительная история то есть это серьезно ребята у вас в руках как бы инструмент который подвластен вашему пониманию по эксплуатации то есть и осознанному пониманию что написано в спецификации значит как восстановить все очень просто мы ставим вот такие активные балансиры это самое дорогое решение на рынке которое мы нашли потому что без них невозможно восстановить батарею это очень долгий процесс прям долгие друзья это может занимать несколько месяцев вот важно понимать что вот как бы это так произошло значит паукан мосту мы нашли и как это типа как этого саши сбежать ну это настройки канмаста и это понимание процесса теперь вы знаете как убить любой перепак в принципе который есть на рынке это нормальная история вы теперь будете знать у нас будет предложение по канмасту который будет в зависимости от уровня заряда и температуры менять логику мышления рекуперация но моя базовая просьба к вам понимать что как только у вас батарейка прохладная холодная включаем дээко и катаемся иначе вам это может обойтись очень дорого и больно и самое главное долго активный балансер не так дорого стоит порядка там 50 тысяч рублей но просто этот процесс очень долгий очень долгий это восстановление когда этот литий уйдет полностью внутрь когда он слезет с поверхности когда эти ионы осядут на поверхности там более того в это время надо обязательно эксплуатировать батарею и эксплуатировать очень бережно потому что если этого не делать не произойдет ну не будет оседать литий на поверхности электродов вот такая друзья интересная штука поэтому пожалуйста подписывайтесь на канал и ждите выхода аккумулятора с системой охлаждения и нагрева которая вас от этого дерьма простите за выражение будет оберегать с вами был Александр Логинов спасибо